Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия. Все прекрасные, кто давно на моем канале, знают, что я испытываю такую маленькую каплю симпатии к старым англичанинам. Несмотря на то, что у меня их всего два, вот один это Великий Орел, на котором я в данный момент сейчас нахожусь, а второй это Мраморный Рыцарь, серый англичанин, который, к сожалению, продался, но потом снова вернулся в конюшню, так что по факту у меня два англичанина. И слышали, что я там хочу еще нескольких, к примеру, рыжего, альбиноса и еще гречку, и таким образом, так немножечко да немножечко охватает на целую коллекцию. Но сегодня я буду покупать себе англичанина новой модельки третьего поколения. Если честно, я вначале думала подождать, чтобы вышла, к примеру, масть моего англичанина Великого Орла, но увидев в новом обновлении кое-какую масть, я поняла, что я очень-очень хочу данную лошадку. Несмотря на то, что лошади, кстати, в моей конюшне так и не докачаны многие до 15 уровня, все благодаря тому, что наступила сессия, я не успевала или просто устала. Я устаю, все знаете, я не могу долго качать постоянно, все-таки приходилось делать перерывы. Вот, лошади, те, что до 10 уровня тоже не докачаны, и до 15-го еще больше не докачанных лошадей. Но, тем не менее, именно сегодня я не хочу себе отказывать, и поедем покупать новую модельку английской чистокровной. И да, я еще помню, не бойтесь, я не забыла, я помню о том, что в конюшню еще нужно возвращать двух проданных лошадок, это две пони. Не беспокойтесь, всему свое время эти лошади вернутся домой, и снова будут стоять вместе со своими друзьями у меня в конюшне по своим доникам, и больше они оттуда не уйдут. Вопрос в том, какую же лошадь я хочу? Мы знаем, что есть две на ферме Стива, точнее, на ферме Марли, недалеко от фермы Стива, и есть одна фурпинта. Я вначале думала над вороной, цирлосерой, но все-таки решила, что хочу, когда увидела в самой игре, поняла, что хочу темно-буру. Вот мы и на месте. Единственное, будем сейчас колдовать, потому что я хочу англичанин назвать не русскими, скажем так, именами, а мне придется перезаходить на английский и называть его на английском языке. Но, тем не менее, описание к данной лошадке я прочитаю вначале на русском, а потом уже буду перезаходить. Вот такая вот красивый конь, красивый масти. Если честно, я даже не задумывалась о том, кого я хочу, мальчика или девочку. О, кстати, бежевый лузитан, он у меня тоже есть, только еще не купленный. Вот, не отвлекаемся. Вот, но я сейчас смотрю и понимаю, что, наверное... А я не понимаю, кстати, кто это. Серьезно, я не знаю, ребята. Я не знаю. Я помню, у меня была такая веселая история с бежевым северошведом, что раньше я его всегда видела девочкой, а когда я его пошла покупать, он у меня в итоге стал мальчиком. Вот, но что делать с тобой, красавец, красавец? Непонятно. Ребят, вот вы знаете, вот кто смотрит покупки лошадей, у меня почти вся конюшня, это жеребцы или кони, но кобыл у меня очень мало, прям по минимуму. Наверное, всего лишь несколько штучек по пальцам пересчитать, в отличие от жеребцов. Но, наверное, это будет кобыла? Я не знаю, почему. Но я смотрю и думаю, что это кобылка. Наверное, потому что я хочу ломать систему своей конюшни. Так, порода английская чистокровная. Надо, кстати, почему бы мне делать приписку поколения 3? Это было бы, наверное, интереснее. Или нет? Сила 1, дисциплина 2, скорость и выносливость, как всегда, практически по нуля. Гибкость 3. В принципе, насколько я помню, как у арабы, значит, она должна хорошо поворачивать и уменьшать мою вероятность врезаться в повороты. Так. Ну, описание, кстати, такое немаленькое. Давайте я, наверное, все-таки его почитаю. Если буду тормозить, искренне извиняюсь, потому что, как бы, горла у меня не всегда хватает на такие описания. Так, начнем уже. С острова Великобритании, где чтут традиции и дух соревнований, прибыла эта лошадь, гордая и величавая, как и подобает настоящим чемпионам. Она быстро учится новому и обладает безграничной энергией, а за надменной внешностью скрывается нежная душа. Представляем английскую чистокровную лошадь. При виде английской чистокровной лошади в воображении возникает классический английский пейзаж, зеленые холмы, измельстые лесные тропинки, великолепные усадьбы и особняки. А по другую сторону Атлантического океана живет сестра английской чистокровной лошади, американская чистокровная. Чаще всего лошадок этой породы можно встретить в Кентукки и Теннесси. Своим существованием английская чистокровная лошадь обязана трём экзотическим жеребцам, везённым в Англию в период XVII-XVIII веков. После скрещивания с местными кобылами возник генофонд, который определил особенности новой породы – стремительный и элегантный. В наше время считается, что чистокровные лошади идеально подходят для соревнований. Они участвуют в состязании по выездке, конкуру и поло. Можно с уверенностью сказать, что английская чистокровная лошадь способна показать класс в любой ситуации. К сожалению, чистокровным лошадям порой приходится легко, ведь индустрия скачек предъявляет к ним высокие требования в угоду большим ставкам. Из-за этого иногда у них случаются травмы и проблемы со здоровьем. Но на юровике соревнования соответствуют самым высоким стандартам, а безопасность и благополучие лошади здесь всегда ставят на первое место. Большие живые глаза и высокий хвост. Английская чистокровная лошадь действительно прекрасна. Ее длинные ноги и мускулистые плечи – явный призрак высокой скорости и ловкости, проявляемых на скачках. Выдержке в этой теплокровной лошади можно позавидовать, она сохраняет настоящее английское спокойствие в любой ситуации. Лошадка этой породы станет идеальной спутницей рассудительного и практичного наездника, который хочет проникнуться духом вечной классики. Вот такое вот прикольное описание, особенно под конец, что точенный нос совсем как у Кэмбербетча. И да, я наконец-то смогла выговаривать эту фамилию нормально, потому что раньше это было сплошной Ик-Макбук, потому что никак не получалось. Ну да, я теперь смотрю, я понимаю, что это Кобылка, а теперь же нужно просто перезайти и придумать ей имя. Так что встретимся через секунду. Так вот, я и успела как раз перезайти, и уже даже выбрала имя для своей красотки. Не удивляйтесь, правда, что я стою сзади на лошади, потому что так получилось. В общем, вот эту красавицу, вот эту мою, наверное, первую настоящую Кобылу, которую, ну, не то, что я беру какого-нибудь тёмного коня, и это мальчик, а светлая это Кобылка. Нет, это вот будет у меня такая лошадка, Брайт Белль, в переводе на русский, и яркая красавица как раз. Вот, и, если честно, мне вот нравится сочетание Брайт Белль. Ну что ж, давайте же нажмём купить. А, давайте. А где заставочка? Вон, наконец-то. Поздравляю тебя с твоей новой лошадью. Я не знаю, я когда её увидела, я поняла, что я очень сильно её хочу, и я сейчас очень-очень сильно рада, что её купила. И давайте же отправимся в конюшню навестить нашу красавицу. Вот, мы уже и в конюшеньку доехали, так что, несмотря на маленькие подлаги, хотя ладно, лаги на самом деле большие, очень даже большие, непонятно почему. Будем искать, смотреть нашу красотку, также не забудем доехать до Фиргрови, учитывая то, что я живу на Ренчо Старщайн, теперь и, я думаю, постоянно, потому что место действительно классное. Так, мы идём искать. Да, здесь конюшни стоят у меня и 15-ти уровневые, и меньше, потому что их нужно докачивать. Просто какая красавица. Мне даже интересно, давайте поставим вот так вот. Просто сравнить, потому что вот эти две лошади, это последние лошади отдельной внешности, потом, как бы вам сказать. Мне кажется, что Кватерхорсы и вот эти англичане, это даже не третье поколение, это какое-то отдельное уже идёт поколение лошадей. То есть, они вроде бы третьего поколения, наравне с Клейдами, с Кучерялми лошадками, но всё равно они выглядят более живее, чем вот эти вот, наверное, лошадки. Я не знаю, как это объяснить, но я думаю, вы поняли мою мысль, те, кто хотел, те поняли. Привет, красавица. Анимация я уже знаю, что кривая, но всё равно так погладить, такую лапочку грех не погладить. Какая же она классная. Вот знаете, потому что все игры, которые я играла в детстве, там либо ты на пони катаешься, либо у тебя, среди твоих лошадей, из которых ты начинаешь играть, всегда была английская чистокровная, ну или что-то наподобие неё. И сейчас я как будто в пирме начала играть, и у меня появилась моя первая живая лошадь. Боже. Так, давай мы на тебя оденем нагавочки. Кстати, у меня сейчас интересно, есть денежка на недоуздок. Надо посмотреть. Так, не лагай, я не люблю, когда магазин лагается. Нидоуздок. Сколько ты стоишь? Нидоуздок, недоуздок. Я не вижу, а где? Он стоит 4 500, у меня 4 200. Эх, у меня не хватает-то. Так, сори. А, он мне ещё показывает, что я не могу надеть на эту лошадь. Так, ну неважно, давайте так-то сделаем проще. Мы сделаем вот так вот. Боже, какая ты классная. Мне очень нравится эта лошадка, честно-честно. Давай мы тебя поведём. Яркая красавица. Но, да почему мне так всё лагает? Я не могу. Лошадь, отпусти меня. Отпусти. Что происходит? Всё же нормально начиналось. Что пошло не так? Почему я так лагаю? Вообще, кошмар какой. Так, давай же, выходи. Давай, 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 давай. Наконец-то! Вышло! Чудо! Красивое. Так, ну, что-то тоже откладывать. Давайте сядем на неё. Вот. О! Мне мне очень нравится. Мне вот прям очень-очень нравится. Это лошадка. О! Такая мосечка! Вот я даже, наверное, вот так вот сделаю такой скриншотик. О! Ну, прям живая. Для меня живая-живая. Да, каждая лошадь с каждым разом всё живее-живее. Но вот сейчас я считаю, что квэтерхорсы новые. И английская чистокровная это пока что самые живые лошади. Ну, я думаю, следующее поколение после них будут точно такие же. В общем, такая вот красавица. Божественная. Давайте же встанем рядом хотя бы с великим орлом. Просто посмотреть, в чём разница. Разница, но кроме как модельки, надо, чтобы всё было по-честному, слезть с английской. Вот. Значит, но большее количество анимаций. Вы видите, что она вечно двигается, на месте не стоит. У неё голова поднята. В отличие от старой модельки, у старой модельки она слегка приопущена постоянно. Также, насколько я заметила, размер копыт изменился. ну, понятное дело, что старые и новые должны отличаться, но всё-таки размер копыт у старой модельки размер намного больше, чем у первой, ой, у третьей модельки. И да, кстати, старые модельки почему-то начали плавать ногами. То есть, сейчас я видела, как во-во-во, вот он вроде, вот он двигается, но двигается целиком. Он плавает, стоя на месте. Изменился размер груди. Тут она такая прям в виде перевернутой клубнички. Здесь же всё более как-то поплавнее. Высота в холке, кстати, вроде бы у старого англичанина выше. Серьёзно? По-моему, действительно, старый англичанин в холке слегка повыше будет. И у него больше круп. Да, действительно, в принципе, по габаритам старый англичанин более грудастый и больше круп у него. Ну, мордашку я, наверное, сравнивать не буду. Она стала просто более детальной. Ноги стали стройнее. То есть, в принципе, да, проще говоря, англичанин стал тоньше, но слегка пониже. Так, а теперь давайте же выйдем и доедем до парикмахерской. Вот мы доехали в парикмахерскую. Я уже быстренько глянула, но покажу вам, чтобы вы видели. Вот такая вот короткая стрижечка. Я думаю ее выбрать. Потом есть вот такие шишечки. Такая вот длинная грифка. Кстати, очень мило тоже с ней выглядит. И есть вот такая вот очень длинная грифа. Тоже смотрится классно. Но просто мне вот лично не нравится вот эта очень стриженная челка. Я вот наверное за лохматость вот такую вот. Вот так смотрится сбоку еще раз. Вот. Так что я наверное выберу эту прическу на первое время. Если что потом переделаю. Потому что ну это как-то мне почему-то не очень нравится. Поэтому будем ходить лохматенькие. Вот такая вот классная лошадка. Яркая красавица. Но надо запоминять что она Брайт Белль. Именно так ее и называть никак иначе. Она все-таки английская чистокровная как-никак. Мне очень нравится сама моделька сама лошадка. Очень нравится ее рысь. Несмотря на то что она многим сейчас не нравится. Что там переделают. Что лошади спортили. Но в принципе сейчас да разработчики мне вот не нравится тоже что они делают лошади сырыми. Выпускают их. А потом дорабатывают по нашим комментариям. Но всему свое время. Так что будем ждать. Надеяться и верить, что с этой лошадкой никаких ужасов происходить не будет. Таких же как с тракенской лошадью. и будем наслаждаться данной породой. А в этом сегодня все. С вами была я Данали и моя новая лошадка Брать Бель. Вот пойду поэтому объезжать ее, тренировать. Я надеюсь что все будет классно и вы тоже если купили такую же лошадь английскую верховую вы тоже будете ей наслаждаться. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощить морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующих видео.